здравствуйте друзья у нас в офисе анечка откуда вы к нам приехали приехала вообще в калифорнию из детройта 4 месяца детройте так подождите вы из черновцов когда я приехала в конце июня ну буквально четыре месяца и сюда к нам а к нам-то вы как попали вас подружки какие тут были или как как вы знали меня родственники здесь живут они посоветовали а вы наши видео смотрите все подряд или так выборочно я смотрю когда вы интервью берете когда там школе что-то и вообще очень много а есть такое приезжай в школу видишь вот этого знаю этого знаю как сам до барбара приехала так хорошо так подойдите а а мама папа где папа сейчас остался в детройте так вы были с папой втроем сколько братику подойдите то есть вы приехали всей семьей это значит что вы там как бы до 21 года все где дети которые то есть вы маленькой совсем хорошо так вы учились или что нет в украине я еще учусь заочно нормально можно так какая специальность у вас международной информации а это как это международные отношения которые связаны с медиа с международными обзорами это какая-то профессия 21 века не понятно зачем а если бы вы например остались вот в черновцах продолжали сейчас жить вы бы с такой профессии что бы делали работала бы во всех компаниях во всех фирмах есть отдел где проводится аналитика аналитика особенно в компаниях связанных с телевидением но есть такие да есть очень много слушайте то есть вы уезжали западной украины да уже после того как все эти события произошли там как-то как сказать народ спокойный или дерганый или политизированный или там но не дерутся не ругаются не спокойно но очень сполитизировались стали патриотичные а раньше не были то есть это на самом деле заставило людей как-то больше определиться с тем кто они и и что они а стало как-то может быть с работой хуже или я понимаю что там гривна обесценилась немножко но но с точки зрения работа есть работа вообще но работа есть всегда всегда востребованы люди не знаю как и сейчас слушайте а вот западная украина там это правда что там очень много народу уезжают на заработки в польшу там в италию бабиситтерами в америку едут мне говорили что очень очень много так только западная украина но то есть такое но вам не хотелось как-нибудь вот так поехать в польшу там или там не знаю в италию я всегда хотела куда-нибудь поехать а вы бывали за границей ну не очень где было в болгарии как там болгария это лучше чем у нас конечно солнечно слабжение хорошее но очень похоже как у нас похоже а народ как симпатичный такой душевный хороший народ так по-английски вы где научились на украине в школе в университете но вот вы попав в америку попав в англоязычную среду вы не почувствовали себя как то что вот учила учила так ничего и не знаю или сказали себе о смотри-ка учила учила вполне могу вот вот таким понял я подумала что я когда ехала я думала что я вообще ничего не знаю а так когда я приехала я поняла что я могу и общаться и как бы свободно могу все там все что мне нужно короче неплохо значит подружек завели тут ну это давно общались или здесь уже в школе познакомились и в школе познакомилась тяжело было учиться вот вы человек все-таки гуманитарный у нас нет мне очень нравится хорошо а вот все-таки у нас какие-то есть вещи такие более технические ну вот не знаю там html javascript сиквел там ничего то есть получалось скриптики пишите хорошо молодая еще мозги свежие учиться не отучилась не разучилась а как вы живете ну в смысле вот снимаете квартиру или там с девочками с ром-мейтами близкие родственники как удобно они вас кормят там готовят там да то есть вы даже не готовите я не жалуюсь а вы умеете готовить если вот надо а почему вы умеете ну вы свободная девушка да вы там не не то что там вы не замужем еще но не свободная вот тот кто вас это закабалил он где находится но собирается ну хорошо то есть но есть какой-то путь или вы еще не очень но хорошо слушать а говорят сейчас стало легче намного пизу получать вот раньше там люди как в киеве шли в посольство это смотришь там всем отказа отказа отказы а сейчас говорят такого нет вот легче намного стали давать не слышали хорошо что же вы сегодня у вас последний урок что ли а нет в другой группе я извиняюсь у нас фултайм у нас просто одна группа сегодня закончилась фултайм ну что то есть такое что ну что трудно что трудно вообще может быть не обязательно в классе может быть не обязательно предметы которые вы изучаете может быть в процессе но вот что то есть трудно трудно очень много объема информации уступает каждый день новой информации нужно повторять перечитывать пересматривать все видео и как-то очень много времени есть время домашние задания делать а есть время там допустим к океану там в сан-франциско съездить выходные есть всегда погулять то есть у вас родственники вас возят хорошо так а у них есть там у родственников дети там вашего возраста они уже взрослые такие совсем не очень взрослые мне с ними хорошо не очень это как же там ну до семидесяти вот и совсем молодые конечно хорошо вы у нас тут мелькнули пару раз и мне народ говорит покажите они уже ж она так вот у нас не снимается так хочу и сниматься у него там любовь морковь значит но мы а мы за пределами этого тоже вы выиграли green card всей семьей до или как получилось воссоединение вот с этими родственниками или еще с другими так многое заняло времени воссоединиться пара лет немного там 7 лет 8 ну да да я согласна вас другой отсчет конечно конечно ты правы ну что же давайте вам пожелаем чтобы вы хорошо учились дальше чтобы вас хватало на все время и вы тогда уже не пробегайте мимо а так уже докладывайте об успехах вот давайте так пойдете на интерншип и так через недельку нам расскажете вы машинку то водите есть машинка у вас так подойдите права как вы к школу попадаете очень долго и мучительно еда на велосипеде сколько но я живу в сан-хосе я получается поездом добираюсь но если от электрички на велосипеде может минут пятнадцать от электрички сюда на 15 туда к электричке тоже где-то так то есть вы будь здоров сейчас то есть вы сейчас осваиваете систему общественного транспорта это уникальное знание вообще вообще ничего не знаю это очень просто а дорого вот на на электрички ездить смотря какие электрички есть быстрее есть не очень те которые очень медленная то два доллара стоит в конец в один конец то есть туда сюда четыре те которые быстрее электрички там уже зависит от расстояния допустим миссан и за сюда добраться стоит пять долларов десятков день ничего себе слушайте уже как бы даже это хорошо что у вас там трамвай еще нет или там какой-нибудь автобусы автобусы есть тоже но я не знаю сколько вы не ездите на автобусе ну а в планах есть вообще автомобильчик завести американские права уже есть есть из чикаго из детройт слушайте детройт вот говорят депрессивное место какое-то очень депрессивное ну пару слов скажите ну как бы когда я попала в калифорнию после детройта это как будто совсем другой мир как будто я не знаю на волю выбралась потому что детройте очень все мертвое какой-то не людей нету ни машин даже в центре города это вот тот самый детройт где вот все помирает а как же вы туда попали ну ростники все-таки есть родственники которые там живут а как они зарабатывают на жизнь там у них есть работы работы там очень много там очень дешевое жилье очень еще там полно работы еще там очень много работы дешевое жилье то есть люди туда приезжают чисто чтобы заработать денег, накопить и переехать. А я что-то не понимаю. Если работы много, жилье дешевое, почему же улицы пустые и людей нет? Потому что там криминал. А, то есть это есть? Да, есть. Ну, криминал повсеместный или там, где жилье дешевое? Ну, как бы, наверное, там, где жилье дешевое, да. Но есть районы, где дорогие люди живут, да. Ну, родственники живут в каком? В хорошем. Подороже. Ну, там нет криминала. Есть. Тоже есть. А криминал в чем выражается? Это могут прямо физически тебя повредить? Или физически могут на улице сумочку подойти и забрать просто так посреди улицы. То есть вы сталкивались с этим? Ну, лично я нет, но я слышала о чем-то этот случай. Ну, вот родители сейчас там живут. Они сталкивались? Нет. Пока что с вами нет. То есть пока что на уровне разговоров все? Окей. То есть депрессивно. Но есть какое-то живое место? Рестораны, музыка, там люди довольные? Тоже есть такой. Тоже есть? Да. Окей. Ну, хорошо. Ну, то есть не то, что вот такой детройт, что вот как думаешь, но все, сейчас уже там апокалипсис. Нет, ну, можно пойти куда-то развлечься, можно погулять, но осторожно. Понял. Очень интересно. Ну, что же, хорошо. Давайте тогда я вас отпущу для дальнейшего прохождения службы. Хорошо. Вот. А вы умеете делать воздушные поцелуи? Умею. Ну, пошлите воздушные поцелуи вашему кавалеру. Как зовут? Стас. Стас. Вот Стасу воздушный поцелуй, а остальным просто ручкой помашите. Вот. Остальным ручкой. Счастливо.